Всем привет! С вами Игорь. Сегодня хочу поговорить, обговорить такую идею интересную. Часто вижу ее на ютубе, высказывают альтернативщики, думают над этим, как сохранить избыток солнечной энергии, солнечного тепла летом. На зиму, как ее запастись, как ее сохранить, чтобы пользоваться зимой. Все знают, что летом ее предостаточно, и даже лишнее, а зимой ее хронически не хватает, этой солнечной энергии, и все хотят ее запастись. Я тоже думал над этой идеей, и вообще идея хорошая такая, чтобы было такое решение оптимальное, то было бы неплохо. Вот. Мне она нравится, эта идея. И на сегодняшний день, вот что я придумал. Надумал я, ну, три способа вот я знаю на сегодняшний день, как эту энергию солнечную можно аккумулировать или пользоваться с аккумулированной, я о них расскажу сегодня. Ну, первый способ. Он всем известный, и, на мой взгляд, самый он такой трудозатратный, по деньгах затратный, нерациональный, невыгодный, но способ. Тем не менее, и некоторые ее внедряют, особенно я видел на Западе есть, там, в Европе. Это просто большущий теплоаккумулятор, там, на 100 тонн воды, кто сколько сможет, или даже больше, который закапывается в землю, или делается такой бассейн, как бы сверху утепленный. Некоторые в домах их прямо ставят, там, есть на Ютубе, там, ролики, это показывается в подвалах, ну, чтобы уменьшить, так сказать, теплопотери. Если они и будут теплопотери, то они будут в дом, если у вас этот теплоаккумулятор, там, под домом, под фундаментом. Вот. Но, я не знаю, мне кажется, что такой способ, он очень сомнительный, невыгодный, вот, ну, не знаю, на мой взгляд, что, по-моему, такое делать не стоит, это совсем, совсем невыгодно. Так. Второй способ. Второй способ, это зеленый тариф. Да, зеленый тариф, он позволяет сбрасывать лишнюю энергию в сеть летом, вот, излишки. Ну, вам, конечно, за месяц дадут деньги, там, расчетный период, получается, месяц, в этом зеленом тарифе, а не год. а зимой вы просто будете пользоваться тем, что скинули, и отдавать те же денежки, что вам дал РЭС, за эту электроэнергию. Ну, если бы не иметь, не брать во внимание денежный расчет, то просто вы сбрасываете, как бы, используете сеть, государственную, вот эту 220, переменку, как большой, безразмерный, бесплатный, вечный, там, без какого-то ресурса, аккумулятор, электрический аккумулятор. Вот. Но не очень надежный этот аккумулятор. Ну, в принципе, те аккумуляторы, что мы пользуемся, они тоже ненадежные. Вот. Ну, то, что сеть могут просто отключить, и все может быть. Ну, пока что все нормально, то, как вариант, это тоже неплохой вариант, так сказать, аккумуляции энергии лишней на зим. Как вариант. Может быть. Третий вариант. Вот. Третий вариант мне больше всего нравится, и я им даже и пользуюсь. Ага. Ну, что я имею в виду? Можно использовать землю, обычную, ну, землю у нас под ногами, да, как теплоаккумулятор. Почему бы и нет? Вот, например, я, когда свой тепловой насос начинал строить, я проводил измерения, сколько у меня градусов температура воды в колодце, сколько у меня градусов температура воды в скважине, вот, я там по месяцах проверял, там все такое, то, что я вам скажу, в скважине на глубине, это всего-то 7-8 метров температура никогда не меняется, она не падает и не растет. Она у меня круглый год плюс 11 градусов, плюс 11 градусов. Это, я так понимаю, солнце нагрело эту землю, нашу, на такую глубину, там, я не знаю, насколько оно ее прогрело, вот, за тысячи, там, тысячи, наверное, лет. Вот, и вот эта температура, она там на этой глубине вот так вот устаканилась и она себе плюс 11 стоит, ну, у меня, в моем регионе, тут плюс 11. У кого-то может быть плюс 8, плюс 9, плюс 10, плюс 6, там, это где-то там таких более холодных частях мира, вот, но, тем не менее, плюс, плюс. И, вот этой температуры, вот, кто-то скажет, ну, такая, что же там плюс 11, там, плюс 10, как мы ее будем использовать в своих целях, да, мы же не сможем эту воду в радиаторе вся закачивать, не, мы не сможем, но, тепловой насос, грунтовый, или, скважинный, как у меня, например, скважинный, кто в первый раз видит, смотрит это видео, там у меня есть на канале, как сделать тепловой насос своими руками, смотрите, там, подробное очень видео, много серийное, вот, я даже ссылку, наверное, оставлю, под этим видео, в описании, ссылочку оставлю, чтобы вам не искать, у меня там плейлист уже есть, я сделал все видео, по тепловому насосу, в одном плейлисте, вот, и мой тепловой насос, самодельный, прекрасненько, отбирает, вот это тепло, у земли, саккумулированное, за сотни, или тысячи лет, в нашей земельке, вот, и заносит мне в дом, обогревает мне помещение, вот, вот, таким образом, я, как бы, тоже, использую, теплоаккумулятор, можно сказать, землю, вот, эту, вот, как теплоаккумулятор, безразмерный, безлимитный, и, вот, я, кстати, по замерениям, еще, температуры, не договорил, я мерял, в колодце, воду, то, в колодце, вода падает, температура, примерно, она, и она, там, так вот, растет, даже и падает, да, ну, самое теплое, что я мерил, это было, что-то 12-13 градусов, это осень, поздней осенью, это оно, наверное, там, догрелось, до, там, колодец у меня мелкий, что-то 3 метра всего, и вода уже, вот, то, где-то плюс 12 было, даже больше, чем скважин, 12-13, вот, но, в колодце, потом, температура падала, примерно, раз в месяц, на 1 градус, на 1 градус, в колодце, падала температура, я замерял постоянно, вот, да, вообще, у меня даже и теплового насоса не было, я такие вот эксперименты проводил, до следы, вот, по температуре, то, в колодце падала, и примерно на март месяц, на март месяц, это была самая холодная вода у меня, где-то плюс 8, это в колодце, в скважине же температура не падала, никогда, вот, то есть, она была осенью плюс 11, она зимой плюс 11, она весной плюс 11, и летом плюс 11, она всегда там, на глубине 7-8 метров, всегда плюс 11, поэтому, что я хочу сказать, не надо строить никакие теплоаккумуляторы, подземные там, или какие-то бассейны, или бачки в доме на 100 тонн, под домом, вкладывать в это тысячи, тысячи долларов, вот, зачем я не вижу в этом смысла, если, опять говорю, есть земля, которая сама, саккумулировала тепло, даже без нас, без нашего участия, еще, наверное, до нашего рождения, саккумулировала, и мы можем, вот этим, таким, прекрасным изобретением, как тепловой насос, отбирать это тепло, у нее, в себе, в пользу, для отопления своих помещений, вот, я же говорю, безразмерный, безлимитный, вечный, неисчерпаемый, теплоаккумулятор, почему его не использовать, кто может еще знает, какие-то способа, как можно, аккумулировать энергию, и тепловую, или электрическую, на зиму, вот, выровнять, вот этот, вот, за год, как бы, баланс, чтобы летом не пропадало, а зимой, хватало, то пишите в комментариях, вот, будем думать над разными вариантами, ладенько, всем пока, до следующих видео,